Сегодня герой театральной гостиной Валерий Фокин 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 И Костя Райкин, Константин Аркадьевич, мне говорит, когда я заделал очередную поездку по стране, Рудик, Валера Фолкин сидит без денег, давай он поедет с нами в поездку. И он ездил, говорил несколько теплых слов о Райкине, 10 минут, мы объездили Грузию, да Валерочка, еще что-то. Скажи несколько слов актерскому клубу Театра русской антрепрюзы имени Андрея Миронова. Ну знаете, я, к сожалению, не могу туда выйти, потому что я тут показывал одному, я не могу, у меня нога сломана. Вы понимаете, о чем я говорю? Действительно было, зачем ты вспоминаешь вообще, а я про тебя сейчас буду вспоминать, а? Ну зачем ты это? Действительно было детство, была юность. Самое замечательное то, что этот город, он очень теплый, хотя всегда я вздрагиваю, потому что приезжаю и всегда пугаюсь. Пугаюсь какой-то холодности, крыша там у нас сейчас гремит, где мы там играем в спектакль, там ветер какой-то, какие-то бури. Я понимаю, все равно на болоте, тяжело, но есть такая теплота, есть такой уровень культуры. И прекрасно то, что вы действительно вот сейчас вот здесь находитесь, сидите, и нет никакого элемента напряжения, никакого элемента придуманности, что вот даже губернатор, который сидел рядом, он тоже как вот встал и вышел как нормальный человек. Почему бы и нет? Действительно. Как вас зовут? Дмитрий Анна. Анна. Вы понимаете, да? Спасибо большое вам. Вот этот человек, которого все время рукава, пиджака длиннее, чем надо. И весь он какой-то, если его запустить на московский вокзал, можно и забрать с ОМОНом, конечно. Не проверяя даже документов. Но, тем не менее, он вложил огромную часть. Губернатор когда говорит, ну а как можно ему ничего-то не сделать? Он же просто заболтает или что-то. Он с ужасом на него смотрит. Давайте, я хочу поблагодарить и выпить за всех вас, и, конечно, за вот этого вот человека странного, похожего временами, то ли на Троцкого, то ли на еще кого-то. И сказать вам большое спасибо, и ему тоже. Так это было, я хотел тебя порадовать, показать свои архивные материалы. Самое интересное, что это была первая, так называемая, театральная гостиная на телеканале 36, да? И вы приехали после сыгранного спектакля на сцене ДК Горького «Посредняя ночь в последнем царя Родзинского». Тридцать лет назад в доме актера, и вот я тебе хочу показать, какие люди были, и тебе будет приятно, потому что там появится еще один актер, который работал в современнике в тот период, когда ты туда пришел. Распоряжаться, что значит распоряжаться такого рода вечером? Почему я? Потому что... Это была настоящая феерия. Театральные звезды первой величины делились театральными сплетнями. Пели, декламировали, пародировали, музицировали и играли сценки из спектаклей. Что-то будет такая роль, которая называется дживола. Ну, в общем, Геббельс. А кто же будет Геббельсом? Вот кто будет Геббельсом? Вот в этом-то все и дело. Пройдитесь с такой походкой, как у этого Шекспира. Ну, нельзя так ходить перед простыми людьми. Это неестественно. Что значит неестественно? В нашей жизни ничего неестественного не бывает. А теперь пора открыть, так сказать, секрет поляшинели. Вы понимаете, что всю эту труппу мог собрать человек, который принимал сейчас в отрывке участия. Это Рудольф Федорович Фурман, которому исполнилось недавно 50 лет. Мог ли я тогда предположить, что пройдет 30 лет и 80-летний будет на сцене Александринского театра? Ну, только никто не мог предположить. Самое интересное, что здесь было очень ярким выступлением Миши Казакова, который рассказывал, как впервые театр «Современник» приехал на гастроли в Италию, в Няпль. И вот маленький полминутный момент, я тебе хочу показать, он очень смешной. Посещать припортовую часть города вечером вам категорически запрещается. И уж не дай бог зайти в портовый кабачок. Туда, товарищи, можно зайти, но не выйти оттуда, товарищи, уже больше никогда. Мы с Ефремовым переглянулись. Итак, сидим в гостиничном ресторанчике «Няполь», уже выпили к Янте. И тут Ефремов на весь зал обращается к Тоне. Тонечка, а где тут расположены эти самые кабаки, где гуляет флот НАТО? Вы что, серьезный, Олег Николаевич? Вполне. Я художник, режиссер, мне надо изучать жизнь. Да и некоторым артистам это тоже необходимо, особенно Казакову. Он часто иностранцев играет. Через некоторое время представитель 6-го американского флота НАТО угощал нас джином, виски. Мы курили штатские сигареты. Оркестр заиграл «Очи черные» в нашу честь. Я пел эти «Очи черные» перед микрофоном. Алла подключилась. И мы на маленькой сцене плясали нечто среднее между цыганочкой и русской плясовой. Танцы в кабаке «Бродвейбар» прекратились. Вся матрасня, все девочки, гарсоны уставились на нас. Мы были первыми и наверняка последними советскими людьми, гулявшими напропалую в этом портовом неаполитанском Бродвейбаре с моряками 6-го американского флота НАТО. Вот такой архив у меня, понимаете. Хороший. Но это только в связи со мной. А так вообще, если тут можно сидеть сутками, да? Смотреть твой архив. У тебя же огромный архив. У меня 20 лет. Я еще снимал на камеру «Кварт» с Вадимом Медведевым. И ты помнишь, когда мы были в поездке с тобой и с Вадимом Медведевым, мы тоже что-то снимали. Да. Вот. Я хочу показать твое пребывание. А вот уже вторая церемония премии «Фигаро». Кинорежиссер Абдрашидов вручает тебе премию «Фигаро». Мне выпала честь поздравить с премией Валерия Фокина, с огромным уважением к которому я отношусь. Я очень рад, чтобы такой человек, который сам по себе театр, получает эту премию. Я поздравляю его. Поздравляю. Очень рад. АПЛОДИСМЕНТЫ Рудик, я тебя благодарю как председателя жюри и как человека, который, конечно, в юности нашей. Я это очень хорошо помню. Тогда я так надеялся на твои концерты, потому что без них я бы не прожил. Но ты восхищаешь меня уже на протяжении такого количества лет. Огромное тебе спасибо. И я буду стараться быть верным этой премии замечательной и постараюсь продолжать служить театру. Спасибо вам большое. Очень приятно было посмотреть. Странное ощущение, когда смотришь на себя молодого. Очень странно. На молодого? Да. Потому что это не ты. Какой-то другой человек. Далекие какие-то. Но иногда смешно говорит. Скажи, пожалуйста, ощущение о том, что ты с 2003 года уже 16 лет житель Санкт-Петербурга. Это ощущается в душе, в сердце, вообще в поведении собственном? Ну, а как это может не ощущаться? Конечно ощущается. Город же тебя меняет. Город-то очень солидный, серьезный, глубокий. Поэтому, конечно, меняет. Если бы ты оставался в Москве и приезжал в Петербург на гастроли, естественно, по служебным творческим делам, а не работал, как сейчас, вкалывал, а ты вкалываешь 16 лет, был бы другой сегодняшний Фокин? Конечно. Конечно. Другой. Конечно. Город очень повлиял. И театр очень этот повлиял. Весь контекст очень повлиял. Связь с литературой, с людьми, которые в этом городе жили, которые его прославили, которые насквозь петербуржцы, я имею в виду и Достоевского, и Гоголя, и Толстого, всех моих любимых писателей. Это все очень влияет. А как же? Я вообще... Все спектакли, почти все, они посвящены все-таки Петербургу. Конечно. Конечно. Гоголь? Не только Гоголь. И Ксения Блаженная, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой. Я специально взял тот первый вариант, который был написан для Петербурга, а не для Москвы, этой пьесы. Первая редакция. То есть это все... И, конечно, маскарад и Лермонтов. Ну уж, я не говорю про маскарад. Конечно, конечно. Я думаю, что нам с тобой есть сегодня о чем поговорить с нашими гостями в театральную гостиную. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Мы всегда, когда идем в театральную гостиную, мы не минуем этот раяль. Так. Аж цыгар что-нибудь. Я? Да. Я не умею. Здравствуйте. Просаживайтесь поудобнее. Все сели? Можно начинать? Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья. Звучит вальс, фантазия Михаила Ивановича Глинки. И, наверное, все догадались, что в знаменитом спектакле Валерия Фокина звучит вальс Глинки в спектакле «Маскарад». С этого и начинается сегодняшняя 69-я театральная гостиная с народным артистом России, лауреатом государственных премий и премии имени Андрея Миронова-Фигаро Валерием Фокином. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, друзья мои дорогие, что мне очень трудно сегодня... Еще бы! Я всегда думал, когда я провожу театральные гостиные с теми людьми, которых знаю много-много лет и связан в творческой жизни с этими людьми, как, например, Басилашвили, Крючкова, Ширвиндт, Гафт, Луновой, то мне будет очень легко. А когда я провожу театральные гостиные с такими героями, как Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Марина Александрова, то мне будет очень трудно. А все оказывается наоборот. Там я купался в импровизации с ними, с молодыми, с которыми недавно познакомился, а с теми, с кем я знаком более 40 лет, было очень трудно. И вы представляете, что сегодня мне будет очень трудно, потому что с Валерием Фокином мы дружны и вместе 40 с лишним лет, почти 50. Но я знаю, с чего начать. Когда Валерию Владимировичу Фокину было 19 лет, он был дворовым пацаном, шпаной в Москве. И вот, находясь в этом возрасте, будучи шпаной, он видит киноэпопею Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир». Мог ли тогда юноша в 19, 17, 18 лет, когда первые серии вышли на экран, предполагать, что исполнитель роли Михаила Илларионовича Кутузова будет Борис Евгеньевич Захава, вактанговский актер, продолжатель дела Вактангова, и этот человек будет учителем в Чухинском училище. Это был первый в истории училища Щукина, первый курс, который объединял по подготовке артистов и режиссеров вместе. И вот здесь оказался Валерий Фокин. Не просто оказался, а он был любимым учеником Захавы. Тогда мог ли он предполагать, что Захава будет все для него. И вот после окончания Щукинского училища, кто учился, всегда мечтает попасть в Вактанговский театр. Первый год пытался попасть в Вактанговский театр Валерий Владимирович, но у него не получилось. И вот момент, когда... Это у них не получилось. У них не получилось. И у меня не получилось. Да. И вот тот момент, когда Ефремов уходит из театра, директором современника становится Табаков, еще кудруком не стала Галина Борисовна Волчевна. Вот этот момент, а будет ли существовать современник без Ефремова, когда Фурцева пригласил Ефремова возглавить МХАТ. И он ушел со многими артистами, ведущими туда. Вообще судьба современника решалась. Будет дальше продолжать современник. И в это время приходит Валерий Фокин, молодой, в возрасте 25 лет, современник. Прошу слова. Слушай, ну я, во-первых, поражаюсь твоим знанием. Вот все 69 гостиных, ты так готовишься, что ли, все время? А я не готовлюсь вообще. Не, ну фантастически, все помнит, знает про двор, про шпану, когда какой возраст, про Захаву. Потрясающе. Захава тоже не мог предполагать, что я у него буду учиться, поэтому это нормально. А что ты хочешь, чтобы я сказал? Вот после окончания Чуклинского училища, и зная, что современники, знаменитый театр, который создал Олег Николаевич Ефремов, и он уходит, и ты попадаешь, не просто попадаешь, ты там проработал 15 лет почти. Да. До того, как стал главным режиссером театра Ермоловой. Так. Ты хочешь, чтобы я рассказал про современник? Ну вот первые годы, первое ощущение. Меня взяли в Ахтанговский театр, ты совершенно справедливо про это сказал. Пригласили, я там ходил, приносил пьесы, и так ничего там и не поставил. Вот твоему сыну это знакомое, на территории телевидения ему знакомые эти моменты. Ходил одно предложение, второе, нет, говорит, это нельзя, годы особые, поэтому то-то, то-то, это нельзя, давайте это, давайте, да-да-да-да-да-да. Сейчас я считаю, что это потрясающе, что я не попал в Ахтанговский театр. Понимаешь? И в результате меня взял современник, и замечательно, прекрасно. Это была совершенно другая территория, просто только надо сказать, что современник и театр Вахтангов, тогдашний, так же, как и школа, Щукинское училище, сейчас-то все уже, так сказать, примерно одинаково. Ну, примерно одинаково. А тогда это была очень резкая граница. Щукинские выпускники, Вахтанговский театр, художественная школа, студия, Щепкинский. Это была граница, все гордились друг другу, друг перед другом, что вот они ученики этой школы, этой школы. Поэтому вот сам по себе факт того, что несколько человек, выпускников Вахтанговской школы взяли в театр современник, меня, Костю Райкину, Юру Богатыреву, Володю Погладову, это было событийно. Потому что пошло руководство театра на то, что взяли других учеников, других людей, другой верой. Но это очень было полезно для меня. Потому что всегда, когда есть соединение одного и другого... Самое интересное, что я хочу сказать, первый спектакль Валерия Вадимовича в «Современнике» молодым артистом сегодня, который здесь присутствует, наверное, и не только молодым. И интересно знать, что одновременно... Рощин написал замечательную пьесу «Современника» Валентина Валентина, да? И одновременно Фокин, первая его режиссерская работа в «Современнике», а у нас Сандро Тастаногов впервые ставит на сцене БДТ. У своего отца Валентина Валентина, где играет Четверюков и Татьяна Иванова у нас. А у Валерия Вадимовича играет Ниелова и Костя Райкин. Кстати, второй состав тоже был. А второй состав был из людей, которые здесь были в театральной гостиной. Представляете, могли мы тогда предположить. Это Катя Маркова, которая была здесь вместе с твоим мужем Тераторкиным в театральной гостиной. Она играла Валентину. И Валентин Володей Иванов, который ныне режиссер театра «Вахтангова». Ходящий архив. Нет, я вспоминаю, а кто играл соседству Валентины? Соседку играла Маша Шверубович. Маша Шверубович – внучка великого русского актера Василия Качалова, супруга ректора Щепкинского театрального очеречя Бориса Любимова и мать нынешней сотрудницы Министерства культуры России по кино Ольги Борисовны Любимой. Интересный поворот. А в 908 году поставили этого самого Леонида Андреева, между прочим. Вы знаете эту пьесу, которую поставили в Александрильском театре? Она провалилась. Знаю. Дени нашей жизни. А у вас поставили эту пьесу, которая сегодня будет вечером идти, с большим успехом. Да, а в Александрильском театре в 1908 году поставили Евтичий Карпов, любовник к Комиссаржевской. Вот так вот, товарищи. Мы просто так тут сидим. Тут, понимаете, кладезь, знаний. Я много слышал о репетициях записки из подполья Достоевского, где ты впервые встретил с твоим любимым писателем Достоевским, да? И вот Костя Райкин начался у тебя именно записки из подполья. Мне этот период очень интересен. Да и всем, наверное, будет это интересно. Ну, этот период, период, это... Что там? Ну, с Костей мы работали вообще, ну, с первого курса. Он же учился со мной вместе, поэтому мы с ним работали очень давно. Но это просто период интересен тем, что это другой театр немножко. Я был тогда под воздействием такого великого, под впечатлением... Гротовского. Ты же знаешь его. И его идеи, его театральные устремления, они были, ну, я считаю, и сегодня. Ну, сегодня это классик. Если мы говорим сегодня там Станиславский, Мейрхольд, там, да, Вахтангов, то, конечно, там и Гротовский. Просто как реформатор, как открыватель вообще театральных систем. Я был очень под его влиянием, очень сильным, потому что мне удалось работать в Польше вместе с ним около года. Вместе с ним работать. И поэтому, конечно, эти идеи вот этого бедного театра, когда все сосредоточено на артисте, когда нет ничего вообще, может быть, пустая комната, зрители вот так сидят, как даже еще ближе к вам, к артистам, и одна лампа на полу, один рефлектор. Это были опыты, когда артист доходил до такого состояния почти пограничного. То есть, так сказать, настолько это было даже уже правда, но такая совсем особая. Я был очень этим увлечен. И мы делали такие опыты вот как раз с Костей, потому что Достоевский – это тот автор, который дает возможность. Не каждый автор может дать основания для таких экспериментов. Не каждый. Достоевский как раз давал такие основания. Поэтому наши опыты, и они были вот такие. А вот этот опыт Достоевского «Записки из-под поля», ты этот метод использовал в спектакле «Двойник» на сцене Александровского театра, где ты уже стал руководителем этого театра и поставил Достоевского «Двойника». Да нет, но это использовать невозможно, потому что это абсолютно разные способы работы, большая сцена, другие актеры, и вообще все другое. Ужас. Это я сам, но совершенно другой Галяткин. Двойник во всех отношениях. Единственная польза от Гратовского было очень много пользы для меня. Во-первых, в методике. Он приучил меня иногда, сейчас я это нечасто делаю, к сожалению, но очень любил работать этюдным способом. Этюдным способом не вообще просто этюды, а некие этюды, которые распахивают артиста и как бы готовят его к будущей роли, которые не репетируются. Мы сделали этот этюд, он мог продолжаться там час. Иногда мы делали этюды, они шли по часу просто, так сказать. И артисты потом к самой интересности не замечали. Когда они начали спрашивать, и говорят, ну ты помнишь, сколько у тебя было? Говорят, ну что, минут пять-десять, что ты остановил-то? А он час работал. То есть это настолько погружение, но эта распашка, вот эта внутренняя организма, оно потом давало возможность перейти уже в роль, когда уже появлялся текст автора. Но человек был распахан. Конечно, это были этюды, направленные на вот это движение роли и на ту перспективу, которая потом будет. И это, конечно, огромная вещь, очень полезная. Но сейчас так уже я не работаю просто и в силу отсутствия времени часто. Ну и немножко все поменялось. Но то, что вот этот метод работы таким бедным театром, грубо говоря, он влиял и на то, что я делал на большой сцене, в современнике, в том, в другом. Ну, конечно, влиял. Одно всегда влияет на другое. Валерий, ты сейчас очень хорошо сказал, что этюды распахивают артиста. Вот этюды Кости Райкина его распахивали. Он со своими этюдами, показывая животных, поступал в Чукинское училище, как ты знаешь. У Гротовского была еще одна замечательная, так сказать, замечательная вещь, которую он мне привил, не только мне, но мне в частности, это чувство дебюта. Вот это вот замечательно. То есть он говорил всегда, что дебют не зависит от физического возраста. Дебют – это не то, что 20 лет, 19, 17 человек вышел на сцену, сыграл. Это, да, но это дебют, но это только первая стадия дебюта. Настоящий дебют может быть в любом возрасте физическом, у творческого человека. Потому что дебют – это желание, попытка изменить себя и попробовать что-то другое. Вот это дебют. И пока есть чувство дебюта на протяжении жизни у творческого человека, он живой. Он независимо от того, победил он, не победил, был успех. Это уже вторые категории. Но он дебютирует. Вот это чувство он привил и прививал это. Ну, вам это свое. Вы же с ним беседовали же неоднократно. Я с ним не беседовал, но я очень хорошо знаю моменты репетиционные Фокина. На Гротовском ты был не только влюблен, потрясен до такой степени. Мы с тобой когда-то в начале 70-х годов об этом говорили, находясь в Тбилиси, на гастролях. О том, что ты даже мог уйти современненько из-за него. Ну, я просто не то, что из-за него, но просто, конечно, мне было очень сложно соединить тот театр, которым я занимался ночью с группой артистов, с тем официальным театром, которым я должен был заниматься днем. Это было почти неразрешимая проблема, для него это сложно. Но он мне замечательно сказал, я с ним беседовал на эту тему, и он мне сказал, что ни в коем случае этого делать нельзя. Что я совершу очень большую ошибку, и он мне всячески рекомендует, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что таких условий для работы, как есть у тебя, сказал он мне в этом театре, у тебя не будет. То, что тебе разрешают делать работы, неважно, ночью, утром, но другие неофициальные работы, и так работать, тебе больше никто не даст. Ты должен это ценить. И твои работы экспериментальные, они все равно повлияют на то, что ты делаешь на большой сцене. Обязательно повлияют. Так оно и произошло. И благодаря этому я не ушел. У меня тогда вопрос, он имел в виду, тебе дают, сказал Ежи Городовский. А кто, Галина Борисовна или Олег Павлович, будущий директор? Ну, это, так сказать, одинаково было в то время. И Олег Павлович и Галина Борисовна, они вместе работали. Она худрук, она главный режиссер, он директор. Но это театр, руководство театра. Так у меня такой вопрос. После того, как записки под поле с Костей Райкиным, я видел это, я это видел. Меня Костя приводил, и, по-моему, даже до поездки с тобой там и познакомились. Но, следующая работа твоя. Вот мне интересно, когда ушел Ефремов, Табаков, Галина Борисовна еще, Галина не была худруком, пришли Фокин и Рахильгаус. И Рахильгаус ставит Симонова и записок Лопатина, где Гафт играет Лопатина. А Костя Райкин у Рахильгауса играет Гурского и является партнером Валентина Гафта. Это 1975 год. А то здесь все, понимаешь, толкутся, дымят, а я сижу и кашляю, слабогрудное городское дитя. Посиди. Вот сейчас допишу абзац, сокрушу Третий Рейх, поговори. Через несколько лет Валерий Фокин с Костей Райкиным в роли того же Гурского ставит по запискам Лопатина. Мы не увидимся с тобой, да? Извини. Нет, это уж ты меня извини. Слушай, оказывается, я просто пошляк. Я попредавался словесному блуду, вместо того, чтобы молча с тобой выпить. Сейчас. Ах ты. Ну ладно. Но я накажу себя за это и привезу ее обратно не тронутой. Ну да, конечно. Ну, постараюсь. Вот мне интересно, когда Достоевские, да, записки подполья Костя Райкин, и Костя Райкин уже в наше военное время, во время войны, вот и твоя режиссура, и твой взгляд от Достоевского до Симонова, тот же артист. Мне это очень интересно. И главное, что до этого появление был спектакль еще у Рахельгауса на сцене того же современника с Гафтом. Вот какое самочувствие режиссера было, когда он взял себя вот за этот материал? Костя Райкин, с одной стороны, Гафт позади. Там, 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 там. Вот мне нужна твоя расчетливость режиссера, твое понимание, как ты к этому отнесся? Это было твое желание? Были возражения? Я все время делал классику. Я занимался экспериментами, классиками. Ну, Симонов в то время, надо же понимать, что Симонов в то время был один из ведущих писателей. Конечно. Это надо понимать. Симонов была настолько сильная фигура, ну, вот для детей, для молодежи, я не знаю, с чем сравнить, они, может, слышали, конечно, о нем как о поэте, да, о знаменитом военном стихотворении, да, не меняя, я вернусь, но... Но это был очень крупный писатель, и это был писатель, который... который мне помог и защитил один мой спектакль, который не хотели выпускать. Такой? Монумент. Был такой спектакль. Это был спектакль, который, мне кажется, он был очень популярный, потом остро его разрешили, но он одел звезду героя, пришел в ЦК партии вместе со мной, я там, значит, защищал этот спектакль, кричал, что я отвечаю, как молодой коммунист, туда-сюда, да, но на меня смотрели и понимали, что я что-то, как смотрели, очень так брезгливо и, как бы, так сказать, не веря ни одному моему слову. Спектакль должен был быть закрыт. И когда пришел Симонов, конечно, другое совершенно отношение, и он защитил, он произнес такую речь, там, туда-сюда. И после его выступления, а мы были с ним вполне дружны, он мне говорит, вы не почитайте мою повесть. Я понял, что мне надо почитать повесть. Обязательно. Я ее почитал. А потом, потом, все-таки, ну, интересно было попробовать какую-то другую прозу, прозу Симонова. Вот это вот то, что ставил Рахель Гаус, который пришел позже меня гораздо в театр. Это совершенно гафт, это не играло роли. Это совершенно другой материал. Другие артисты. Там играл Глузский, кстати, замечательный артист Михаил Глузский. Я к этому относился совершенно спокойно. Никаких отягощений у меня, кроме только желания того, чтобы сделать это, и чтобы это получилось, не было. А в «Монументе» кто играл? В «Монументе» опять же играл Райкин, играл Герт. Это была первая, после большого очень перерыва, его роль на драматической сцене. Вот. Играли Сережа Сазонтьев. Вот это увлечение, увлечение искусством Мерхольда. Началось, наверное, не случайно, потому что и твой педагог Захава, кстати, в 23-25-х годах работал на сценах Мерхольда, по-моему. Да и когда ты попал в семью, я называю, ты меня сейчас спросил, почему дядя Зяма, он, Рудик, называй меня Зяма. Я говорю, не могу называть, а дядя Зяма. Когда ты попал в семью Герта, который наслаждался искусством Мерхольда, Мерхольда, он в то время учился в Арбузовской студии с плутчиком, они ходили, бегали на спектакль Мерхольда. Вот это повлияло, Захава, Герд, на то, что ты стал особенно относиться к Мерхольду. И в результате, когда тебя назначили главным режиссером театра Ермоловой, ты начал Мерхольда. Начал. Ну, театр Ермолова, это и был театр Мерхольда. Да, да, я поэтому и говорю. В этом здании работал театр Мерхольда. Нет, ну вообще, любые, так сказать, вот такие разные влияния, я считаю, они всегда очень полезны. И они дают какую-то неожиданную прививку и неожиданный эффект. Потому что вот соединение школы Вахтанговской, которая все равно, так сказать, тяготеет к форуме, тяготеет к какой-то театральности, вот в то время особенно, это было выражено. Вдруг соединение в современнике с художественным театром, где совершенно другой язык, другая вера, другой птичий язык. И я не понимал вместе с ребятами, когда мы пришли, на каком языке они говорят. Мы так не говорили в Щукинском училище. Совершенно другие понятия, совершенно другой язык. Вот психологическая школа, вот это вот соединение формы и психологии, попытки того, что у них было сильно, что тут было сильно. Мерхольд, который, кстати говоря, соединял одно и другое, потому что Амир Холли, такое есть тоже проявление и понятие, как только о театральном новаторе и революционере. Новатор-то он новатор, но он был один из любимых учеников Станиславского, между прочим, и не мировичей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так же, как и Вахтангов, которого Станиславский вообще говорил, что это мой самый лучший ученик. Субтитры создавал DimaTorzok Ваши высочества приняты. Я вам сейчас наградаю задачу. Никто не знает так мою систему, как Вахтангов. Вы сейчас что делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Нащупывали друг к другу или нет? На сколько возможно. Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать каждое свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите. Тот выслушивает, тот говорит. Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения, или вы сразу скачали, где играть сцену? Самое главное, что вот эти прививки, все разные пересечения, я считаю, что это всегда очень полезно, и это очень важно. Это даже не надо обсуждать долго, потому что это просто подарок такой, что мне так повезло, я считаю, так это выпало, потому что работа моя в Польше, Гротовский, это же все вещи, которые... Все вместе в один узел. Он присоединяется и очень влияет. Потому что Гротовский, например, вот мы говорили так вскользь, потому что об этом можно говорить долго, часами, и надо говорить подробно, но его эксперименты с актером, живым, обнаженным артистом, обнаженным в плане, так сказать, проявлений человеческих, но при этом спектакль выстроен был абсолютно партитурно и музыкально по Мейерхольду. Это когда ты сводишь, вы меня вошли, а что вы идете, как вы все? Вот это вот удивительная вещь. Не вообще, так сказать, отпущен актер, да, и все. Отпущен-то отпущен. Еще как отпущен. Но все время вот эти вот гранитные берега партитуры, которые выстроены и музыкально выстроены, то, что идет от Мейерхольда. Поэтому это все, вот это влияние всех перекрестков. В этом смысле Александринский театр, конечно, это перекрестки очень многих систем. И очень многих направлений. И это тоже счастье, что это такой театр. Потому что это не каждый театр вот такие вот пересечения в себе имеет. Поэтому не случайно там такие разные работали люди, и Мейерхольд в том числе. Мейерхольд в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, поскольку ты затронул Александринский театр, тогда у меня будет очень интересный, мне кажется, вопрос к тебе, именно к тебе. У меня так случилось в жизни, что начиная с 1948 года я стал ходить на спектакли Альтинского театра. Это степь. Это десятый век. Это не свобода, а воля. Там за горами горя, солнечный край непочатый, за голод, за моро-море шаг миллионный печатый. Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливают салеевой, России не быть панантантой. Левой, левой, левой. Повесить на семафоре, осветив под ним надпись САБОТАЖ. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение брать, интриги, искусство не ценят все. Копеечники. Я пересмотрел, по-моему, все. Это и Загарфеска, Шиллера, это Мачеха Бальзака, это Порт-Артур, где с Тессали играл Леонид Сергеевич Вивьен в кабинете, в котором ты сейчас располагаешься и работаешь. Это спектакль Жизнь в цвету про Мичурина, Черкасцев. Это, они знали, Маяковского. Это Пучина, это Дворянское гнездо. Ну и так далее. Осенний сад Хельмана. Я смотрел это все, да. Я приходил в театр, садился и видел занавес. После третьего звонка занавес открывалось. Было в основном два антракта, иногда три антракта. Великий государь, где играл Черкасцев, я помню, это три антракта было. И во время антракта менялись декорации. Все, менялось все так. Мне это все нравилось. Потом какой-то период в 60-е годы вдруг у режиссеров исчез занавес. Исчез занавес и декорации не менялись. Появляется новый театр. Да, я видел это. Хорошо, плохо, я не знаю. Но я помню тогда рассказ Михаила Жванецкого. А что если артистов посадить в зал, а зрители не на сцену? Это был такой шуточный рассказ. Нам с Адрушей Мироновым очень нравилось. Мы даже где-то его хотели выучить и вдвоем даже в концертах исполнять. Но это оказалось на самом деле в театре Камитаржевской. Мне не даст соврать Нелли Попову в спектакле постановки «Пози», небезызвестного тебе покойного режиссера. Самоубийство влюбленных. А? Самоубийство влюбленных. Самоубийство влюбленных. Где я сидел на сцене как зритель, а артисты в зале. Кроме того, сейчас мой любимый театральный режиссер, мой друг, с которым я много лет знаком, Валерий Владимирович Фокин, я сидел у него на сцене и смотрел «Три сестры Желтока» в зале артиста. А кроме того, когда у тебя работал в театре «Могучий», Иваны шли тоже на сцене. Что говорить-то? Я увидел у тебя последнюю ночь последнего царя на сцене ДК Горького. Вот мне интересен этот переход от того театра. Занависть, декорации менялись. Вот того, что я сейчас сказал. Мне твоя точка зрения. Я не осуждаю, мне это нравится все. Вот как этот переход произошел? Каким образом? Да ничего тут нет удивительного. Театр развивается как и... Развивается вместе с жизнью, со всеми хорошими и плохими проявлениями историческими, политическими, общественными, с которыми мы производим. Идет жизнь, жизнь меняется. Театр пробует новые формы. Кстати говоря, ничего нового нету. потому что раньше, если вы знаете, в старинном итальянском театре, в испанском старинном театре, который, кстати говоря, Мейерхольд очень хорошо знал, горел всегда свет, потому что электричества не было, горели всегда свечи. И при Мольере горели свечи в зрительном зале. Поэтому зал был всегда полуосвещен, наполовину освещен. Всегда. Ну, не было вот этого. Вырубили, темнота, ничего этого не было. И когда Мейерхольд в 1908, по-моему, году, нет, в 1908 Андреева поставили, да, в 12-м году, я помню все. И я помню. Был поставлен Дон Жуан, то Мейерхольд включил свет в зрительном зале. В Александринке. В Александринке. Это было просто, просто все были поражены. Как это так? Вдруг включил свет во время спектакля. Несколько раз там выходил Варламов, там выходил, зрительный звук включил. Что это такое? Потом, значит, опять это куда-то ушло. Потом Любимов на Таганке, я помню, в момент моей театральной молодости все время включал свет. Это все старые приемы, они никуда, они просто повторяются. Важно то, что приемы должны работать в контексте со временем. Если они сейчас нужны для решения этой пьесы, этого спектакля, этих задач сегодняшних, их можно использовать. Ничего в этом нет. Поэтому и на сцене сидели. Почему зрители сидят на сцене? Потому что иногда хочется собрать, сделать камерную обстановку. Или еще пошло-то ведь от этого. Мерхольд взял, и когда началась гражданская война, ну, уже не гражданская, а 18-й год, ну, война уже шла гражданская. И не было денег, ничего не было. Вот опять, я опять смотрю на твоего сына, как на Первом канале сейчас. И не было денег, делать нечего. Что делать? Ипсона ставить надо. Что делать? Нору Ипсона. Денег нет. Что? Он говорит, значит так, никаких декораций вообще не будет. Открываем занавес, убираем, никаких декораций. Вот все, что стоит, вот на сцене, вот все эти декорации старые, пускай так и стоят, в углу, там, там, все. Только напишите на передних декорах, напишите нора. Просто краска из нора. И там тоже нора. И все. И так они и играли. Все говорили, новое слово, открыл стенку, кирпичная стена театра была открыта, никаких тряпок, никаких занавесок. Это было как бы новое слово, но это новое слово было рождено просто вот необходимостью, жизнью, а потом любимый все время это повторял, а за любимым уже сегодня, уже, ну, все это, ну, это все вот повторяется, ничего тут. Мне можно на будущий спектакль декорации не делать. Конечно, не делай. А зачем? Только надо это оправдать. Зачем ты это не делаешь? Если ты ответишь на этот вопрос, зачем ты не делаешь декорации, тогда, пожалуйста. Деньги у меня есть, но я не буду делать декорации. Потому-то, потому-то, потому-то. Вот смотри, у Мерхольда, кто играл, он уже ставил ревизора, и ты ставила ревизора. У тебя ревизор не по системе Мерхольда. Ты его маскарад поставил, вспомнив Мерхольда, а ревизор, кто играл у Мерхольда, ревизора Крестакова, можешь мне назвать? Два исполнителя. Гарин и Мстинсон. Ты когда ставил ревизор, у тебя не было ощущения, что Мерхольд тебе говорит, надо вот так, 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 так. Вот маскарад, у тебя есть режиссура Мерхольда, это ощущается. Я не мог оторваться от этого. А вот в ревизоре у тебя вот не было. В ревизоре весь сценарий литературный, вся партитура взята из редакции Мерхольда спектакля 1926 года. Вся. Понимаешь, вся. На сцене Ревизорского театра. Конечно. Теперь я хочу сказать вам, еще форма спектакля. Фокин еще. В 1984 году на грани ухода и современника ставят ревизора в современнике, где Гафт играет Городичева, а Христакова играет Мищенко. Мищенко, да. Мищенко, да. Мищенко. Нет, совершенно не присутствует. Совсем. Там совсем другой спектакль. Абсолютно. Просто была постановка в театре Современник, пьесы, ревизоры. Я ставил три раза ревизор. Ставил в Польше ревизор, потом ставил Современник и потом вот здесь. Я пригласил вас, господа, вас, Артемий Филиппович. Вас, тебя, Иван Лазаревич, всех вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность. Не будет ли вам угодно посетить некоторые заведения в нашем городе, как кто погоугодный и другие? А, с удовольствием! Помилуйте, сударыня. Совершенно против, сударыня. Мне еще приятнее встретить вас такую светскую любезность. Ну, что вы! Что вы! Как можно! я никак не смею принять на свой счет? Я думаю, после столицы выюжировка должна, наверное, была показаться вам не очень приятной. Совершенно неприятной. Черт возьми, господа, признаться, но я очень хочу быть генералом. Есть один помещик Добчинской, приятель вот этого Бобчинска, который выглядывает. Так вот, как только этот Добчинской выйдет куда-нибудь из-за ему, судья там уже сидит у его жены. Три секунды готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одной из них не похожа на Добчинского. Даже девочка маленькая, как вы, ты судья. Хлопов, Букал, Китч, смотритель училищ. Я не знаю, как начальство, мы только поверить ему такую должность, он хуже, чем якобыец. И такие внушают юношицу неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Так как у МХАТа есть чайка, у Александринки есть маскарад тот Мейерхольдовский, то в современном Александринском театре, вот ему 15 лет уже, есть ревизор. Потом, значит, пришел 14-й год, пришел маскарад Лермонтова и Валерий Владимирович, режиссер этого спектакля. Он мне сказал о том, что я буду играть неизвестного. Я слушаю! Семь лет тому назад ты узнавал меня, Арбенин, я был молод, неопытен и пылок и богат, но ты в твоей груди уж крылся этот холод, то адское презрение ко всему, которым ты гордился всюду. Не знаю, приписать его кумуль, к обстоятельствам я разбирать не буду твоей души. Ее поймет лишь Бог, который сотворить один такую мог. дебют хорош. Конец не будет хуже. Раз ты меня уговорил, увлек к себе, мой кошелек был полный, к тому же я верил счастью, сил играть с тобой и проиграл. Отец мой был скупой и строгой человек, и чтобы не подвергаться упрекам, я решил все отыграться, но ты хоть молод, ты меня держал в когтях, и я все снова и начались с репетиции. Репетиции он ведет совершенно удивительно, все равно я приду комплиментом, никуда мне не деться от этого, по глубочайшему разбору характера, всей истории этой трагедии. И рождается спектакль, с моей точки зрения, очень интересный спектакль, и многие его видели. ты побледнел, дрожишь о боже. Я ничего. Где твой другой браслет? потерян. 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 Что же, беда велика в этом нет, он 25 рублей, конечно, не дороже. Потерян. Отчего я этим так смущен? какое странное мне шепчет подозрение. Уже льто было только сон, а это пробуждение. Тебя понять я права не могу. Браслет потерян? Нет, я лгу. московский гость так называли Александринке худрука. Сегодня, кто вас ревновали, вдруг прославляют на века, но не волнует совершенно вас критиков то вой, то ной. Вы сочиняете волшебный, цитирую вас, мир иной. Вы не пойдете на заклание, чтоб интернета стать звездой. В вас есть культура и желание не заниматься ерундой. Читать умея между строчек вы добрались до глубины, и болевые ваши точки в премьере каждой нам видны. Вы интересны априори в умении цели поражать. Дай Бог вам сил великим вторить и нас, артистов, заражать. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, сейчас, сейчас. Да, 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 ну, что-то. Только это мне не нужно! Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Тетушка! Иван Кузьмич у вас? Нет, ко мне не заходил. А что такое? Да, иван Кузьмича нет. Как нет? Ушел? Нет, и не ушел даже. Как же и нет, и не ушел? Иван Кузьмич! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Море крови Не меньше чем При Сталине Между прочим Головы летели просто Гильотина работали просто Денно и ночно Мы так не можем И в этом наша сила И в этом наша слабость Мы обязательно должны Это должно у нас там пройти Через такие жернова внутренние Мы не можем так легко Взять и выработать Вот он вот Такой и такой Это очень сложно такой взгляд выработать. Вот на могиле Хрущева стоит Эрнстом Неизвестным, сделано надгробие. Его голова черно-белая. Половина черная, половина белая. Нам очень сложно это выработать. Но мне было важно найти, как в этом молодом человеке, который прекрасно учился, был одним из самых способных учеников, одним из самых способных, с самого юности проявлял какие-то чудовищные авантюристические проявления. Ты вспоминал мое детство шпанское. Я просто пацан по сравнению с ним. Как можно было в семинарии, когда обыски вела полиция и искала марксистскую литературу, прятать ее знаете где? В подушке ректора. Это фантастика. Вот они переворачивают все кельи и ищут везде. Ну в подушке ректора. Ну как может прийти в голову, прийти в спальню ректора, и там, значит, в подушке лежит капитал Маркса. Но это же в голову не могло никому прийти. Он прятал туда. То есть настолько изощренная уже юноша, ведь совсем талантливый, стихи писал, которые печатали в Центральной газете. Потом одно из стихотворений «Расцветай о Грузии моя» было в учебнике литературы. Дети учились грузинской уже при советской власти. Поэтому читали это стихотворение на язык. И скорее затем может прочесть, он знает. «Грузия моя, радуйся и верта в край, а вы в учебу, друзья, прославьте родину мою». Но с какого-то момента, когда этот человек из искренних, казалось бы, из искренних побуждений приходит к тому, что он наместник Бога. Он все может решить. Это арбенинская тема, кстати. Во многом. Да, я. И все, и дальше уже все. А дальше уже все понятно. Вот механизм рождения. «Как умирает человек», почему названо «Рождение Сталина», «Как умирает человек Джугашвили» и «Как рождается Сталин». Вот для меня было вот этого интересно. Существует такая сказка. Писатель Гоголь написал, что однажды зимой в рождественскую ночь черт месяц украл и спрятал его в карман. И вот мне пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит не сказку, а «бы». О том, что некогда черный дракон украл солнце у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы отбить у дракона это солнце. И отбили его. И сказали ему так. «Теперь стой здесь, в высоте. Изведи нам вечно, мы тебя не выпустим больше. Выпьем за здоровье этих людей. За ваше здоровье, товарищи!» «Твое здоровье, товарищи!» «Сейчас, сейчас, сейчас!» «Твое здоровье, товарищи!» «Беломорканал?» «Что за название?» «Хорошее название и отличное место!» «Твое здоровье, товарищи!» «Узнаешь через 30 лет!» «Узнаешь!» «Холодно, холодно, как январе!» «Почему так холодно?» «Мне жарко!» «Смертельная рана твою не давала не спать!» «Бога приказал, разве не мог ослушаться!» «Не мог!» «Мне кажется, Валерий Владимирович, что не случайно перед рождением Сталина ты выпустил спектакль на сцене своего Альтандринского театра «Швейк. Возвращение!» Ведь два года назад по приглашению Галины Борисовны Волчак ты начал репетировать «Швейка» на сцене «Современника», оторвавшись от альтандринской сцены. Ты месяц репетировал, и душа твоя, сердце вернулись на свою родную альтандринскую сцену. И ты стал репетировать «Швейк. Возвращение!» Если мы посмотрим сегодня фрагменты из этого спектакля, мы поймем, что именно после этого спектакля возникло рождение Сталина. Какая-то связь есть. А раньше были гуси. Вот раньше были гуси, от них одного навоза сколько было. С них одного навоза сколько было. Счастливый случай. После убийства Эрд Герцога всех умалишенных признали годными к военной службе, как излечившихся. Больше 20 тысяч умалишенных теперь разгуливают по всей стране. 22 октября, когда мне исполнилось 80 лет, и у нас на сцене нашего театра был спектакль Виктора Крамера «Гражданин РФ». И Валерий Владимирович был у меня в гостях. И увидел артиста Кузнецова в этом спектакле «Гражданин РФ». Рудольф Фурманов не человек, а простите за выражение, все-таки командует. Кто? Крусер! Пришелец! Тихо! У меня в руке бензин, карманец из галка. Там, где я был, забрали неоспоримые факты, доказывающие неземное происхождение этого человека. Первое изображение Фурманова относится к эпохе неолита. На москальных рисунках ясно видно, как он репетирует с той историческими людьми церемонию открытия праздника «День поедания мамонта». И с 1 марта или с 1 апреля артист Кузнецов из театра комедии переходит в штат Александринского театра. Не только переходит, а успевает сыграть полония спектаклей Фокина «Гамлит», который шел когда-то, когда-то Брюно Артурович Френдрич играл «Гамлит». Я помню, в то время «Аполлония» играл Юрий Владимирович Толубеев. Вот такая связь. Серёженька, скажи, что ты хотел сказать. Было неожиданно приятно. Я всё-таки, пользуясь случаем, делаю заявку, если будет восстановлен ревизор на роль Городничева. А по поводу двух легендарных личностей, которые оба на букву «Ф», вы знаете, действительно мы живём в эпоху этих замечательных людей. Я желаю им успехов во всяких творческих начинаниях и творческих победах. Творческих побед. Есть такое стихотворение, написанное мной недавно, в связи с переходом из театра в театр. Актёры, как верблюды, мы золото везём, питаемся колючками, практически не пьём. Благодарим действительно великий падишах, носить нам дозволительно такое на горбах. Не тяжело физически, нам и самим приятно таскать периодически, практически бесплатно. В игольное ушко судьбы свои горба просунуть. Актёры ведь, как верблюды, мечтают в вечность плюнуть. В конце для исполнения нужен душещипательный романс, но, к сожалению, мной нарушен кислотно-селочной баланс. Я вспоминаю, когда разделялся МХАТ на Ефремова и на Доронину. Я не слышал дыхание общественности, СТД и так далее. Люди сами решили, договорились разделиться. Здесь люди договорились объединиться. Почему это надо такой... Всё время нам советуют с общественностью. Мне вот эта общественность уже надоела. Есть федеральные театры, есть государственные театры. Это очень хорошо. Ведь все забыли, все думают, что театр родился в Ярославле. А на самом деле театр-то родился в Петербурге. В 1756 году Эльдовая подписала указ. И первым директором был Александр Петрович Сумароков, директором русского альсандринского театра. Ну и театр имени Фёдора Волкова. Ну и что? Почему там родился театр? Почему это? Понимаете? Ну все равно ничего. А почему нельзя объединить эти театры? Ярославство сюда будет приезжать. Новая сцена в Москве. Почему МХАТ могут иметь пять сцен? А почему есть фериал театра Маяковского в Москве? Фериал театра МХАТа? Малый театр имеет, Нардынки, по-моему, фериал. А почему мы не можем иметь фериал в Москве? Великий Альсандринский театр. Первый российский национальный театр. И президент Фокин этого театра, ярославцы будут играть. Премьер-министр. Да, премьер-министр. Ярославцы будут играть. И театр имени Андрея Миронова там место найдет, наверное, Фокин. Недавно проскакал во сне сам Фокин с шашкой на коне. За ним с наганом его друг шагал известный политрук. Пока Рудольф в своей гостиной ломал перед гостем калач, из Ярославля очень длинные слыхали Ярославный плач. Силком, что ли, замуж выдавали, не доказав любовный пыл. А по ночам еще слыхали, как будто кто-то волком был. Двум театрам дать объединение. О, сколько б этих дивных мук мы испытали б с наслаждением, сев калача покушать в круг. Мы крохи поровну делили, чему был Фокин, как залог. Ну, в министерство позвонили, общественность предупредили. Ведь тут решалось или-или, никак не будь, не под шумок. Но Терешкову разбудили. Плач Ярославный прекратили. Чему был рад Басилашвили, он женский плач терпеть не мог. Саму идею отложили. Свой статус театры сохранили. В один их не объединили, чему был Фокин, как залог. Он лучше выдумать не мог. Ну, погодим, дай только срок. Я намекаю между строк. Напротив, театр существует. Он по мужской руке тоскует. Быть может, вот цены награда, и далеко ходить не надо. Ах, какие бы могли выйти по сторали, все бы в зависти своей ногти сгрызли до локтей, то есть вместо калачей их бы обкусали. Замечательно. Ну, кстати говоря, я расскажу вам, что это будет интересно вам. Дело в том, что от чего это все произошло? Значит, когда в 1934 году праздновали, готовились праздновать столетие Александрильского театра, тогда он был Пушкинский театр, и в скобках писали «Б. Александрильский», бывший Александрильский. То в три смены шел ремонт, в три смены работали под дулами автоматчиков. Лично Киров руководил этим ремонтом. И Сталину было доложено, что скоро будет юбилей, сто лет первому русскому театру, как будем отмечать. Сталин, так же, как и ты, готовился очень всегда, все знал. Он сказал так. Первый русский театр должен быть народным и должен быть на Волге. Это документальная фраза. Я не знаю, с какой интонацией он сказал. С иронией, без иронией, серьезно, это не знаю. Но то, что люди услышали эту фразу, и юбилей Александрильского театра в столетии отмечался более скромно. Не как день рождения первого русского театра, а как просто столетие Александрильского, ныне театра Пушкин. Все, то есть там даже ордена Ленина не дали. А как бы, так сказать, отмечался, там приехала Яблочкина, это была председатель ВТО. Все было нормально. Но фразу эту запомнили, и потом в советское уже время некоторые товарищи, вспомнив это, решились, так сказать, сделать первым театром, значит, на Волге театр Волкова. Вот он первый. Ну, конечно, это абсолютный казус, абсолютная чепуха, потому что тогда вообще было очень много любительских театров в России. И в том числе и в Ярославле, из которых там потом вырастали, но первый театр, закрепленный указом, государственный, первый, конечно, это Александринский театр. А это театр имени Волкова, вот правильно написал Соловьева. Вот есть же шекспировский театр, да, значит, имени там. Но он не шекспировский, там Шекспир не работал. Просто имени Шекспира на Стрэдфорде есть этот театр. Так и тут это театр имени Волкова. Здание вообще построено в 1911 году, между прочим. Вот, но вот эта вот ложь, которая произошла в истории, таких много моментов. Она укрепилась, утвердилась. Потом это все, конечно, когда-нибудь перепели. А может, не перепели. Это не играет вообще на самом деле роли. Первый, второй, я про это говорю. Важно то, что два старейших театра, в общем, так сказать, они имеют право на союз, они имеют право на развитие творческих всяких задач организационных. Я думаю, что просто так все соединилось, что вот возникли многие-многие-многие мотивы. И даже, как совершенно справедливо сказал артист Кузнецов, разбудили космонавта. Вместо того, чтобы решать задачи на пыльных тропинках далеких планет, она, значит, решила все-таки, так сказать, поговорить и здесь, ничего не понимая, о чем она говорит, между прочим. Просто. Просто, так сказать, накрутили, сказала. У каждого свои мотивы. И у СТД свои мотивы, и у всех свои мотивы. Все там непросто. Ну, ничего, но раздерется, разберется. Да неважно. Мы от этого ничего не потеряем. Наоборот, я думаю, что статус национального театра у Александринки есть, был и будет. И поэтому наше, главное, наше дело работать. Поэтому не надо переживать, Рудик. Врагов много, но они ведь... А как без них? Без них было бы скучно. Кто б твой темперамент мог выдержать? Я хочу все-таки вернуться к интереснейшей режиссуре Валерия Владимировича Фокина в «Современники», потому что я видел много. Да. И один из моих любимых спектаклей Валерия Владимировича, это «Кто боится Виржиню», где играет Галина Борисовна и Валентин Иосифович. У меня такой вопрос, да? Уже ты поставил этот спектакль, когда Галина Борисовна уже была художественным руководителем, главным режиссером театра «Современник», и сама поставила, кстати говоря, замечательные спектакли в этом театре. «Ебыкновенная история» уже, по-моему, была поставлена. Да? Вот как тебе работалось как режиссеру с актрисой, которая и режиссер? Мне это очень интересно. — Бедный, бедный Джордж. А с чего ты устал? Ты же на этих сборщиках ни черта не делаешь. Сидишь в углу и болтаешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Чтоб я бегал от одного к другому, хватал за руку, как ты и нес всякую чепуху. — Я не несу. — Не орешь. — Я не несу. — Что ты несешь? — Я не несу. Дай мне выпить. Еще? Нет, ну, есть... Есть артисты, которые занимаются режиссурой, лучше, хуже, это уже второй вопрос, но которые обладают этим качеством замечательным. — Например, юрские, да? — Например. Когда они работают как актеры, они абсолютно включают актерское мышление. Это редкое качество, когда они абсолютно ничего не режиссируют. Они абсолютно, так сказать, исполнительные и доверчивые по отношению к режиссеру. Они ничего не конструируют. Есть такие артисты, и Райкин, например, такой, он же тоже ставит спектакли, там, пробует. Но когда он работает как актер, ну, по крайней мере, со мной, но думаю, что и не только, так я слышал от других речей, он абсолютно как артист, ведомый, и, так сказать, абсолютно... Вот волчок такая же, она абсолютно работала как... как абсолютно такая, ну, просто, ну, ученица, не ученица, абсолютно такая наивная, ну, как актриса. все пробовала с удовольствием, так, всяк, всяк, ну, нормально работала. Никаких... Валентинович... Трудно было как с актером? Он же не режиссер, Валентинович. Нет, я понимаю, а как режиссеру с Гафтом, он выполнял все твои, так сказать... Ну, с Гафтом всегда трудно, потому что ему, ему и с собой-то самому трудно, он сам не понимает. Трудно ему... Он вообще связь трудный, Гафт. Поэтому, понимаешь, что Гафт? Как сказал Горин, Гафт это не фамилия, это диагноз. Вот именно. Гафта я очень приучал. Гафт опаздывал все время на репетиции, я помню. Какой спектакль, я не помню. На ревизора, что ли, я не помню. Опаздывает, я ему говорю, Валя, значит, если ты еще раз опоздаешь, ну, весь народ сидит, большой состав, я говорю, я уйду с репетиции. Да не, ну что, Валера, все, ты, 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 ты. На следующее я опять. Я подождал пять минут, говорю, все, друзья, до свидания. Репетиция закончена. На ревизоре, да? На ревизоре, по-моему. И ушел. Ушел, не помню, куда-то пошел, в театре, вдруг слышал крик на весь театр, дикий совершенно. Дикий, иди сюда, вернитесь, все, все. Ну, кто, он пожар, что ли? Открываю дверь, он бегает по театру и собирает артистов назад. Знаете? Открыл окно, там уже кто-то стал уходить. Открывал, он говорит, иди назад, я тебе сказал, иди сюда, давай, все. Все, все его что-то боятся, я не знаю, все идут. Еще, согнал всех обратно в этот зал репетиционный. Всех согнал, и ко мне приходит, я сидел в кабинете, и говорит, все, Валера, все, все сидят, ждут, на бой, все, пойдем. Я говорю, я говорю, а что ждут? Я говорю, я же тебе сказал, я отменил репетицию, ты опоздал, что они ждут? Меня это не интересует. Ну, клавиум не сидят. Я говорю, все, до свидания. Гафт, он сложный. Потом не опаздывал некоторое время. Я счастлив, что Гафт, президент Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова-Фигаро, наш друг, друг театра, и даже был консультантом по созданию спектакля с Кузнецовым и Станей Липоповой под названием «Третья голова». Ух, я представляю, законсультировал он вам. Валерочка, скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, Галина Борисовна Волчук, прежде всего, режиссер или актриса? Она же начиналась как актриса в театре современник. Вот как она попала на стратегизацию режиссуры? Я думаю, что в ней, в общем, в равной степени есть способности и те, и те. В равной степени. Она может ставить спектакль, она это доказала, потому что не каждый далеко артист имеет право называться режиссером, даже если он и ставит спектакли. Это особая профессия, особое мышление, природа мышления другая. Но Волчок это может, она может, потому что у нее были спектакли такие настоящие. Она очень актерский режиссер, она блистательно работала с артистами. Я вообще считаю, что вот жалко очень, что она не занималась педагогикой, потому что она могла бы быть блистательным педагогом. Она настолько тонко разбирала роли и умела так работать с актерами, вот жалко, что вот как-то ей это не увлекло педагогическое работе. Ну, крутой маршрут это и гениальная работа режиссера. Она очень хорошо работала с артистами, потому что она здорово работала, вплоть до того, что она, я просто это наблюдал, я был же у нее и ассистентом, и сидел рядом на репетициях. Она очень хорошо работала с артистами. Но у нее способности были и те, и те. Она прекрасная актриса, и она могла бы... Не могла бы, она режиссер, да. Я помню, когда в одной из поездок, это был 1983 год, Константин Аркадьевич, попомню, мой сын участвовал в этой поездке. И в это время рождался, родился спектакль, когда Аркадий Санкт-Петербург Райкин дал согласие переехать в Москву, да, и первый спектакль с Костей Райкиным в твоей постановке, я соучастник этого, потому что я потом делал концертное обозрение в Октябрьском зале, Лидца, Марина Голубь там участвовала, Лидца, да, ты постановщик этого спектакля, Лидца, вот, можно сказать, первый спектакль Райкинского с Костей Сириконов после переезда в Москву. Да, я помню, я был на репетиции, но рождалась, вот, где мы с тобой были в 83-м году, и в Гаграх, по-моему, в Тбилиси, я помню, что после концерта вы собирались с Костей, я сидел, слушал, вот, рождался Лидца, вот, твои отношения к этому спектаклю, это все-таки не твоя группа крови, да, Лидца, музыкальный спектакль, танцуют, это не твоя группа, но у тебя в твоей режиссуре новое слово Фокина в этом спектакле, я почувствовал. Ну, я бы, если бы не Костя, я бы не согласился никогда это делать, мне это так, не могу сказать, что мне это было так жутко интересно, но, все-таки, он попросил меня, переехать, новый театр, папа тоже, новый спектакль, хотел сделать спектакль, задача была какая, сделать спектакль с молодыми артистами театра Сатирикон, то есть, как бы, продемонстрировать новую, новую смену этого театра, возможность, будущие перспективы, но, естественно, это должна была, быть какое-то легкое, какое-то действие, динамичное, музыкальное, Костя тогда был очень увлечен, он прекрасно же танцевал, это, то-то, то-то, ну, и мы сделали такой спектакль, ну, ну, я считаю, что это был, был спектакль, да. ты ставишь спектакль, ты ставишь спектакль с Костей, «Перевращение», да, и после этого спектакля, я не помню, там, через два года, год, ты ставишь фильм с Женей Мироновым, мне очень понравился этот фильм, и я видел и спектакль с Костей Райкиным, и я видел с Женей Мироновым, а у тебя, почему возникла мысль снимать кино с Женей Мироновым, а не с Костей Райкиным, с которым ты работал в спектакле «Перевращение»? Ну, абсолютно другое искусство, другие возможности, другое искусство, театр, кино, это далеко не все вообще режиссеры могут работать уверенно и в кино, и в театре. Вот ваш сын может, с моей точки зрения, есть еще ряд режиссеров, которые могут уверенно работать и на театральной территории, и на кинотерритории, и на телевизионной территории, потому что телевидение – это еще другая территория, со своими поправками. Поэтому я посчитал, чтобы для того, чтобы как-то найти какие-то новые вызовы, какое-то новое изменение, поэтому мне Костя просто не подходил для этой роли. Вот и все. Я вообще сменил всех. Да, я вообще сменил. Там же не играли, никто из актеров, которые играли в спектакле, в фильме не снимали. Все были новые актеры. Я набрал просто другую команду. Это нормально. Мне Женя Миронов очень понравилось. Костя Проснувшись однажды утром, после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Да что же он себе позволяет? Тише, папа, тихо. Нет, не тише. Поскольку мы коснулись и телевидения, и для меня очень дорог фильм с участием актера, все именовалось наш театр «Между небом и землей», по Токаревой. Если я не ошибаюсь, ты поставил. Правильно ты говоришь? Правильно ты говоришь? Хорошая память, как у меня. Слава Богу. У тебя отличная память. Вот у тебя впервые ты встретился с Нееловой. Она сыграла Валентину. Потом ты ее приглашаешь с Андреем Мироновым «Между небом и землей». Потом ты шинель ставишь с Нееловой. И снова Гоголь. И «Мертвые души» Гоголь. И «Ревизор» Гоголь. Шинель Гоголь. Ты вокруг Гоголя, не только Достоевского. А вот ты здесь с Нееловой после Валентина снимаешь с Андреем Мироновым фильм. Очень хороший фильм. Вот скажи, пожалуйста, о работе Нееловой не в театре «Современник», а на телевидении с Андреем Мироновым, с новым партнером. Она очень нравилась Андрею. Она и Косте Райкину нравилась. А это всегда очень хорошо, когда играющие отношения актеры друг друга симпатизируют, так скажем, деликатно. Нравилась очень она ему. Он с удовольствием с ней снимался. И она тоже была возбуждена немножко от такого партнера, не только от артиста. Там была хорошая компания была. Лена Коренева играла, Пельцер играла там, пожилую женщину. Там была хорошая компания, мы работали очень увлеченно. Прекрасно с ними было работать. А Токарева восприняла этот фильм? Да, абсолютно. Восприняла, да? Мне интересно, какую-то цель ставят, вот когда ты снимал этот фильм, у тебя какое было режиссерское видение вот этого произведения Токарева? Снять этих хороших артистов как можно лучше. Вся цель. Какая там может быть цель? Вот таких артистов дали произведение сделать на телевидении на советском, в котором есть какие-то отношения человеческие небанальные. Про партию не говорят, про это не говорят. Уже слава тебе Господи, какая там цель. Они сыграть какую-то драму, там же драма была целая, драма, там фиаско этого героя, которого Андрей сыграл. Это было для меня очень важно. Не хочу ли я совершить восхождение на Кородак? Сила звала в том, что я тебя люблю. Скажи что-нибудь человеческое. Я тебя люблю. Маникюрша была похожа на царевну лягушку в тот самый момент, когда она из лягушки уже превратилась в царевну. Но и видно, что совсем недавно была лягушкой. Ой, четыре года. Это по времени почти. То есть столько же, сколько шла война. А где же мои завоевания, где мои награды? Ты мне дал самый горький опыт, который может дать мужчина-женщина. Ты тебе вверх. Случилось что-нибудь? соскучился. Ты ненавидишь меня? Нет. Знаешь, не мои слишком сильные чувства. И, кстати говоря, уже если зашел разговор об Андрее, об Андрея Александровича, то одна из важных задач была следующая. Нужно было, и он хотел это, Андрей, мы с ним говорили, он хотел очень в этой картине быть серьезным. Он не хотел быть комедийным. Он не хотел. Он хотел быть серьезным и даже сыграть какую-то драматическую роль. Он этого хотел. Он ее сыграл, эту роль. Он сыграл эту роль очень горько. Потому что там история в том, как человек разоблачается и понимает, что все, что он думал, про других и другие про него все не так. То есть там целое такое перевоплощение. Он это сыграл. Я никому не нужен. Никому. Ну, тебе никто не нужен. Ну, я пойду. Да. приезжай. Я сел в метро. С метро пересел в автобус. Я все ехал и ехал, как грека через реку. Автобус остановился. шофер выпрыгнул из кабины и ушел. Я тоже вылез. Огляделся и увидел здание аэропорта. спорта. Зачем я сюда приехал? Может, боялся опоздать на свой рейс? Я поднялся на второй этаж. сел в кресло. Он хотел отойти от соломенной шляпки. И в тот момент появилось твое приглашение у Токаревой. И ты правильно сейчас говоришь, потому что он заразился этой работой и вот этой ролью он хотел продолжать. Поэтому уже после работы с тобой появилась фантазия Фарятиевой и Лапшин у Германа. Замечательный фильм, кстати. Это началось серьезные роли Андрея Мирона в кино с твоей картиной. Мы с ним говорили, он хотел драматическую роль. И мне хотелось ему помочь в том плане, чтобы немножко сменить вот этот штамп, который стал появляться такого легкого артиста водевильного комедийного, потому что он был очень глубокий артист и разный артист. И он между небом это доказал. Вот скажи, пожалуйста, то появление твоего в семье Зиновича Герта, который обожал Мерхольда, и это дальше Захава, который работал у Мерхольда, это сделало другого Фокина, да? Вот не было бы Семьи Герта, не было бы Захава, был бы ты, ну, не в Щукинской, а в Щепкинской, предположим, был другой совершенно Фокин, который не мог влюбиться в Ежи Гротовского. Я бы был главным режиссером Малого театра. Был бы, да. Тогда, когда играл Абыстрицкий, Нифонтова, Соломин, Царев. Если бы я был в Щепкинском училище, я бы стал главным режиссером Малого театра. Я бы так с тобой сейчас не разговаривал, мне была бы бабочка. Нет, а Соломин здесь у меня сидел, надо иметь, так разговаривал без бабочки. Да? Да. Странно. Это нарушение традиции Малого театра. Мы же с тобой были в кабинете у Соломина, помнишь, года три назад? Были. Он так, как-то, так не чувствует, этих старух я не почувствовал тогда. Вот жалко, что не чувствуется. Вот это надо чувствовать. Скажи, Павлович, вот когда ты появляешься в зале, на сцене Императорского театра, иногда вот ты, я помню, когда мы с тобой репетировали, спасибо тебе, еще раз скажу об этом отдельно, потом, и вот было ощущение, вот здесь Николай I сидел, а здесь и Каратыгин играл с Асенковой. Вот такой есть, вот этот дух, мне просто серьезно, я спрашиваю, вот интересно, вот когда я прихожу, поскольку я был на репетиции Симонова в 51-м году, я вот это ощущаю сразу, когда я вхожу в этот знаменитый театр, в этот зал, да, вот у тебя, когда ты принял на себя такую мощину, да, я помню, как я ездил на съемки к Святозарову в 2003-м году, по-моему, нет, или позже, когда у тебя был ремонт. В 903-м. Ну, не в 908-м, да, ты идешь утром, а почему никакого расстава не было при ремонте Александринского театра? Почему? По кочину. В ДТ до сих пор там не могут найти, что там сделали, и в другом театре. А здесь в Александринке все восстановили. Почему? Да потому что в 8 утра я видел, как фокинь, как менеджер, не как худрук театра, как менеджер, который сердце болело, входил и смотрел, ну, вот так, туда и сюда, что делают эти рабочие, эти рабочие, электрики, все, как, как, это, здесь висел, боже ты мой, вот почему, вот по кочину. И по бублику. Да, понимаете? Так вот, я сейчас хочу тебя спросить, вот ощущения есть? Да. Есть. Да, вот так. Вот я репетирую, тут и втищий Карпов репетировался. Да что ты привязался к Карпову-то? Карпов вот такую бороду носил до пояса. Да, да, да. На родоволец, елки-палки первой. Да, нет, вот есть то есть... Ты к нему привязался, потому что он был любовником Комиссаржевской? Ты ревнуешь, что ли? Да нет, нет, нет. Ну, ты так, Карпов, Карпов, что ты? Я хочу спросить, вот ощущения, есть вот это вот давление, да? Вот давление... Нет, давления нет у меня никакого ощущения. У меня есть, наоборот, внутренняя какая-то радость от того, что какое огромное количество великих людей были в этом здании и в этом театре. Вот это радость, неформулируемая. Потому что я специальный дура, ой, какая радость. Тут этот был, тут этот был. Но внутренние ощущения есть. Я когда ведь попал в этот театр, в 2002 году, когда мы репетировали «Ревизор», я, ну, театр был в убитом состоянии, и там, ну, дело не в этом. Но все равно дух-то его был. Я помню, сидел в царском фойе, так, во время перерывов, на диванчике. И мне так нравилось там сидеть, вот на этом диванчике. И директор, который ушел уже, Георгий Александрович, Сащина, он так вбегал, говорит, что вы тут сидите, пойдемте ко мне в кабинет. Что же вы тут сидите? Я говорю, да не, не, нормально, нормально. Вот мне там нравилось, потому что этот театр не всех принимает. Он не всех принимает. Ну, Валерочка, как не принять стенам Альцентринского театра, которые видели таких актеров? И они, эти стены, приняли тебя, потому что ты и в театре, и в кино, и на телевидении всю жизнь работал с выдающимися современными актерами, с великими современными актерами. Как не принять? Альцентринского театра Всегда кажется, что впереди есть время. Субтитры создавал DimaTorzok Альцентринского театра Альцентринского театра Я хочу вам сказать о том, что я сегодня действительно счастлив, что герой 69-й театральной гостиной Валерий Владимирович Фокин. И объясню, почему. Когда мы в 1995 году получили это помещение, где расположился театр имени Андрея Миронова, благодаря Анатолию Александровича Собчака, и как только мы открылись, то в течение трех месяцев я создал эту театральную гостиную, которая имеет девичье название «Артистический клуб Антре». И он был показан в эфире на 36-м канале. Две гостиные прошли. Первая гостиная была актеры после спектакля «Последняя ночь последнего царя» на сцене ДК Горького приехали к нам в театр, в театральную трапезу. Валерий Владимирович, Женя Миронов, Михаил Александрович Ульянов, Купченко, которые играли в этом спектакле. Мы пригласили тогдашнего губернатора Якова Владимира Анатольевича, Игорь Дмитриев был, Тулубеев. То есть мне удалось создать первую театральную гостиную после тех гостинок Михаила Анжарова, которые были в Москве. И вот первым был Фокин. И дальше участие Валерия Фокина во всех видах театральной гостиной, церемониях премии «Фигаро». «Молчите, молчите, прошу, не надо слов, Поверьте, бродяги и поэту, На свете есть город Моих счастливых снов, Не говорите, Что его нету. Он знойный, он стройный, Он жгучий брюнет, Там солнце и музыка повсюду, Там все есть для счастья, Меня там только нет, Так это значит, Что я там буду. О, Рио, Рио, Рок от прилива, Шум прибоя южный размах, О, Рио, Рио, Сколько порыва, Сколько зноя в черных очах, О, Рио, Рио, О, Рио, Рио, О, Рио, Дежадейро, О, Рио, Рио, О, мама мия, Потерпи, Я пребуду На днях. И мне было очень радостно и приятно, Когда Валерий Владимирович Фокин Продолжил 60-ю театральную гостиную В честь моего 80-летия 23 октября 2018 года Создать на сцене Великого Альсандринского театра. И даже дал возможность Пять минут Быть в образе Ивана Христокова. Я ведь когда-то хотел, Между прочим, С ним ревизору сделать. Потому что вот эта противоречивость, Вот это вот есть в Христокове Такой фантом. Это интересная идея. Снесут его даже. Ну, слава богу. Сэр, не ходи дальше. Где я? В Александринском театре. Где, где? В Александринском театре. В Александринском театре. В Александринке я часто бываю. С хорошенькими актрисами знаком. Очень познавательно мне было. Очень интересно И очень познавательно. Жить надо дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ